Видите, я в отличие от Ашот Мусайловича буду говорить о традиционном препарате, о классическом, о старом, о традиционном препарате, но который на самом деле на сегодняшний день нисколько не умерел своей значимости. И вы знаете, что прошедший год ознаменовался 60-летием применения метформина, и это было огромное событие международного масштаба, и на Европейском конгрессе мы все получили огромный юбилейный номер, посвященный именно этому препарату метформина. Ну вот сегодня я тоже вот такую проблему, так сказать, взяла новые возможности в терапии сахарного диабета, действительно времени немного, я согласна, но вот, как говорится, начать хотела именно сразу как бы вот таких утверждений, что препарат метформина имеет абсолютно уникальную судьбу, он проходил абсолютные взлеты и точно такие же абсолютные падения, когда он был полностью запрещен к применению на территории целых континентов и считался препаратом, который вызывает большие проблемы у наших пациентов, и вновь пережил фактически вот такой ренессанс, и на сегодняшний день он является абсолютно признанным лидером и действительно абсолютно неотъемлемым компонентом любого этапа нарушения углеводного обмена. И поэтому я думаю, что по отношению к метформину на самом деле очень применима вот эта история от дьявола до ангела, и на самом деле мы понимаем, что несмотря на такую большую продолжительность его применения в жизни, вот 60 лет до сих пор мы во всех источниках встречаем эту фразу, механизм действия до конца непонятен, механизм действия до конца не изучен, и в основе своей, я специально выделила, считается, что это активация именно АМФ-зависимой протеинкиназы на уровне печеночной ткани, это наше ключевое понимание его эффектов, и в отношении мышечной ткани тоже как бы есть установленные данные, поэтому мы, конечно, считаем в основе своей, что метформин влияет на инсулинорезистентность на уровне мышечной ткани, где он несколько улучшает утилизацию глюкозы, и в основном на печеночную ткань, где подавляют продукцию глюкозы в состоянии натощак. Ну, должна вам сразу заявить следующий, абсолютно всем нам хорошо известный факт, что метформин является рекомендованным препаратом в качестве первой линии абсолютно всеми экспертными документами, как единственный предложенный препарат, лишь только, наверное, наши российские рекомендации позволяют дифференцированный подход, и только лишь противопоказание, да, или какая-то индивидуальная непереносимость является основанием для его замены. На что-то иное. Кроме того, вы видите, как на сегодняшний день метформин проходит вот такие же этапы абсолютного признания и на этапах предиабета. И вот наши данные российские, полученные в рамках программы Nation, говорят о том, что в нашей стране порядка 20% это люди, имеющие предиабетическую стадию. Это означает, что у них есть либо нарушенная толерантность глюкозы, либо гипергликемии натощак. И это, конечно, те стадии, когда уже начинают очень активно формироваться сердечно-сосудистые заболевания, с которыми мы потом будем бороться и, как говорится, стараться подвергнуть регрессу. Все то, что произошло уже вот на этих ранних стадиях. Поэтому профилактика и на сегодняшний день, пожалуй, единственная предложенная медикаментозная стратегия в лице метформина. Далее гистационный диабет, и вы знаете, как во всем мире, за исключением нашей страны, гистационный диабет в подавляющем большинстве ведется на фоне метформина. И в равной степени профилактика атеросклероза, сердечно-сосудистые заболевания. И особенно у наших пациентов с сахарным диабетом второго типа. И в том числе даже конечные события, которые были четко доказаны в исследовании ЮКИ-ПДС. Далее на сегодняшний день мы обсуждаем вопросы хронической сердечной недостаточности. Вы знаете, что у нас есть преферентные препараты, но как уже поступают наши данные от кардиологов, на стадиях хронической сердечной недостаточности более 90% людей имеет хроническую болезнь почки, которая одновременно является противопоказанием для преферентных препаратов. И поэтому вопрос, чем лечить таких пациентов, по-прежнему остается чрезвычайно актуальным. Далее вы видите неалкогольная жировая инфильтрация печени у больных с диабетом. И появляется даже снижение массы тела, что на сегодняшний день тоже, наконец, является признанным событием на фоне метформина. Далее синдром поликистозных яичников, и далее уже следует вот такое многоточие, многоточие, многоточие. И вот это многоточие, наверное, та самая часть, которую мне бы, может быть, хотелось поподробнее осветить. Но я не могу еще раз не подчеркнуть, что и последние стандарты 2018 года абсолютно однозначно выделяют метформин на всех этапах терапии как абсолютно неотъемлемую часть. И очень четко, вы видите, произошли и здесь, в рамках консенсусного АДСД документа, признание очень важной роли исходной оценки гликемических показателей для выбора терапии. Но, тем не менее, позиции метформина никак не изменились. И вы видите, что монотерапия – единственный препарат, только противопоказания. Ну и далее, как уже заявил Ашот Масаилович, компаньон для любой терапии, лучший партнер. И все фиксированные комбинации действительно на сегодняшний день только с метформином. И я вновь хочу подчеркнуть, что, наверное, та фраза, которую мы, шутя между собой говорили всем, всегда и навсегда, реализовалась абсолютно в жизни. Думаю, что мы ее можем для себя взять тоже на вооружение. И далее, 2018 год, Ассоциация клинических эндокринологов американского континента, которая очень четко и очень трепетно и очень детально дифференцирует каждый, по сути дела, класс препаратов, вот таким цветом выделяя положительные, нейтральные, негативные, разные неустановленные эффекты, применительно к метформину, по сути дела, везде заявляют преферентное положение, нейтральное по отношению к ключевым последствиям, укладывающимся в наше понимание безопасности сахароснижающей терапии, и лишь только почки заявлены как ограничивающий фактор. Причем в европейском, американском исполнении это менее 30 скорость клубочковой фильтрации. В нашей стране, вы знаете, ограничение 45 для первичного назначения. Но я хочу как раз именно это и подчеркнуть, что огромный, огромный большой опыт применения более 60 лет, абсолютно нейтральная, безопасная, как говорится, подтвержденная вот эта характеристика, ну и, конечно, широкое применение в клинической практике. Далее хочу подчеркнуть и вот эти предиабетические задачи, которые, конечно, на сегодняшний день все более и более актуально выходят на повестку дня. К сожалению, пока у нас нет той части нашего медицинского подразделения, кто будет заниматься этими пациентами, этими пациентами огромное количество, как говорится, с когорта, да, с метаболическим синдромом, с предиабетом, но абсолютно очевидно, что ситуация назрела для активных действий. Вы знаете, что довольно давно ключевые наши экспертные организации сформулировали группу риска и четко показывают, что, конечно, возраст, индекс массы тела и многие другие вещи являются абсолютно неотъемлемым критерием для скрининга, активного скрининга для выявлений нарушений углеводного обмена и рекомендована вот такая лечебная доза метформина 850 мг два раза в день даже у тех пациентов, кто не является вот рецепиентом, как говорится, комплоентным больным в отношении изменения образа жизни. Мы знаем, как это тяжело реализуется в жизни. Ну и, конечно, вновь ассоциация клинических эндокринологов американского континента 2016 год, и вы видите в отношении предиабета, там, где выявлен хотя бы один критерий предиабета или несколько критериев предиабета, вы видите, что в основе своей выделяется метформин как для одной, так и для другой группы, и он является приоритетным, преферентным путем коррекции и, как говорится, профилактики дальнейшего прогресса в сторону сахарного диабета. Здесь вы видите, еще есть и другие кандидаты, да, которые уже показаны с осторожностью для определенной выборки пациентов. Может быть, стоит поразмышлять, но, к сожалению, теазоледендрионы в нашей стране отсутствуют, и вы знаете, что для нас это, в общем-то, нет смысла обсуждать, а органисты ГПП-1, в общем-то, мы понимаем, являются чрезвычайно дорогостоящей группой, особенно для предиабета, это не так просто, инъекционная форма назначать таким пациентам, поэтому, конечно, очень здорово, что в нашей стране, наконец, и в этой области лед двинулся, у нас опубликован консенсусный документ в отношении лечения предиабета, и я думаю, что в ближайшее время мы будем обсуждать активно, как говорится, да, вот и этих пациентов в отношении активного лечения. Поэтому, если говорить о метформине и предиабете, на сегодняшний день его эффективность не вызывает сомнения. Эффект отмечается даже на фоне малой дозы, не той, о которой я говорила, но помните, что более высокая доза реализует не только в отношении углеводного обмена эффекта, но и огромный блок тех плеотропных достижений, которые мы сегодня уже знаем, являются, в общем, преференцией метформина. И уже, видите, подсчитано, что трехлетний период наблюдения, видите, если осуществлять терапию метформином, от 7 до 14 пациентов могут быть, собственно, в группе профилактики, у которых будет остановлена вот эта прогрессия сахарного диабета, и, соответственно, у них будет осуществлена профилактика. Поэтому должна вам сказать, что на тему предиабета очень много данных, действительно, это профилактика и прогрессии в диабет, это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, это профилактика, в первую очередь, сосудистых изменений, про которые сейчас только что говорил Ашот Мусаэлович, и действительно, это очень важная история, начинать как можно раньше, тем более, что мы имеем данные доказательной медицины в отношении снижения вот этих повышенных сердечно-сосудистых рисков буквально через 10, через 15, через 20 лет терапии, особенно если мы начинаем лечение вот с этих ранних предиабетических стадий. Ну вот теперь мне хотелось бы немножечко, может быть, в другую область переключить ваше внимание и поговорить о тех новых направлениях, о тех новых тенденциях в отношении изучения препарата, которые четко наметились, и вы видите, что те эффекты, которые мы сейчас с вами уже активно используем, они в основном, это, как говорится, благодарность тому, что были зафиксированы эффекты на печеночную и мышечную ткань, про которые мы только что говорили. А вот на сегодняшний день фокус интереса смещается в область желудочно-кишечного тракта, потому что в отношении метформина также была установлена очень важная разница, например, между внутривенным введением и попаданием через желудочно-кишечный тракт, и оказалось, что если вводить препарат внутривенно, то мы можем не увидеть тех эффектов, которые уже считаем для себя стандартом, и они появляются лишь только тогда, когда метформина проходит через желудочно-кишечный тракт. Это означает, что действительно очень справедливо предположительная такая гипотеза, что, возможно, далеко не печень, а именно желудочно-кишечный тракт может являться основным локусом, через который реализуются все эффекты метформина, и, может быть, поэтому мы и не можем до конца сказать, за счет чего мы видим весь спектр событий, потому что говорим только про эффекты на печеночную функцию. Поэтому, вы видите, я хочу вам напомнить, что желудочно-кишечный тракт – это не только пищеварительная система, это мощнейшая нейроэндокринная система, и там расположено огромное количество нейроэндокринных клеток, и, в частности, инкретиновые гормоны, которые только что нам напомнил Ашот Мусайлович, мы активно используем в лечении сахарного диабета, как раз и являются, собственно, продуктами секреции этих клеток, и, соответственно, конечно, оказывая огромное влияние именно на желудочно-кишечный тракт, метформин, и влияет на эти нейроэндокринные клетки. А раз так, то здесь очень большой фокус интереса для эндокринолога и для нас всех. И поэтому, видите, на сегодняшний день активно изучаются именно эти кишечные эффекты метформина. И далее я вам хочу напомнить, что действительно в силу своей фармакокинетики, фармакодинамики, метформин, попадая в желудочно-кишечный тракт, всасывается лишь в среднем на 30-40%. Это в норме у здорового человека. Не уверены на сегодняшний день исследователи, что и у больных с диабетом в точно таком же количестве. Но вы видите, что все равно желудочно-кишечный тракт остается основным резервуаром, где сохраняется основная концентрация метформина. И она в 300 раз превышает то, что всасывается в кровь и остается в кровотоке. Поэтому на сегодняшний день за счет вот этого преимущественного нахождения в желудочно-кишечном тракте считается, что метформина действительно влияет абсолютно на установленный факт в отношении секреции ГПП-1Л клетками на уровне кишечника. Точно так же, как и на уровне других клеток вырабатывается ГИБ с помощью метформина. Точно так же, как здесь снижается реабсорбция глюкозы и усиливаются процессы гликолиза не только углеводов, но и белков и жиров. Здесь также увеличивается продукция лактата энтероцитами. Видите, оказывает влияние на метаболизм желчных кислот и заявлено влияние метформина на кишечную микробиоту. И мы видим с вами, как появляется огромное количество уже других мишеней воздействия метформина. И здесь мы видим, конечно, совершенно другие ожидания в отношении других так называемых плеотропных эффектов, которые нас теперь уже очень интересуют в эпоху инновационной терапии и управления сахарного диабета второго типа. Вот это на самом деле такая общая картина, которая говорит о том, что если мы ограничиваемся лишь только эффектами на печеночную ткань, то мы пребываем в поле понимания роли метформина в углеводном обмене. Но если мы перемещаемся далее, то мы видим, насколько действительно его эффекты более многообразны. И здесь подключаются сразу абсолютно другие составляющие, которые сейчас доказанно влияют на компенсацию углеводного обмена и другие события, которые мы ассоциируем с сахарным диабетом второго типа. И вот здесь я хочу напомнить, что на самом деле лишь только очень такое наше классическое понимание ограничивается микро- и макрососудистыми осложнениями. В реальности с сахарным диабетом ассоциированы очень многие другие состояния, и в частности когнитивные нарушения, и раннее старение, и онкогенез, и когнитивные нарушения, нарушения в отношении репродуктивной функции и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, вот на сегодняшний день вы видите новая, так называемая, желудочно-кишечно-ориентированная модель влияния метформина на, как говорится, управление сахарным диабетом второго типа. И вот здесь я вам хочу еще раз напомнить те ключевые, так скажем, секреты, те ключевые действующие вещества, которые управляются с помощью метформина. И далее хочу вам показать, что на самом деле на фоне применения метформина доказано увеличивается концентрация глюкогоноподобного пептида первого типа, так же, как и вот этого PYY-гормона, который управляет пищевым поведением, и через его эффекты, возможно, воздействие на, как говорится, пищевое поведение у наших пациентов, которые получают метформины, возможно, это тоже определенный механизм, вклад его есть в отношении динамики веса, точно так же, как доказано изменение профиля постпрандиальных уровней желчных кислот. И вы видите, что именно метформина блокирует всасывание этих желчных кислот на уровне кишечника, изменяется в связи с этим натризависимый кишечный транспортер. И в результате активируются точно так же еще и рецепторы к желчным кислотам, и в результате метформина может изменять и в силу этого механизма за счет уже желчных кислот концентрацию вот этих вот важных нейроэндокринных пептидов. Поэтому эта часть чрезвычайно интересна. Кроме этого, вы знаете, что в последнее время мы стали активно увлекаться ролью микрофлоры в отношении сахарного диабета, в отношении ожирения, в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. И это действительно представляет огромный для нас интерес. Мы понимаем, что здесь сконцентрировано огромный микробиом, который во многом даже превосходит микробиом наш с вами человеческий. И на сегодняшний день не вызывает сомнений, что изменение микрофлоры кишечника абсолютно четко ассоциировано как с сахарным диабетом второго типа, так и первого типа, так же, как и с ожирением, да, и, возможно, может служить объяснением того, что не всегда только с массой тела, да, связано развитие сахарного диабета второго типа. И далее хочу очень коротко подчеркнуть, что микрофлора, считается, влияет на все эти состояния через развивающееся воспаление на уровне желудочно-кишечного тракта, через цитокиновую систему, через поддержание инсулинорезистентности. И во многом я напомню, что кишечник является и очень мощной нервной, даже центральной нервной системой. Если бы выключить наш головной мозг, то тогда бы на себя эту функцию принял кишечник. Это доказано, что здесь сконцентрирована вторая по мощности вот такая нервная система, способная управлять абсолютно всеми нашими, так скажем, важными обменными процессами в организме. Поэтому, если говорить о эффектах метформина в отношении микробиоты, то из всех наших противодиабетических препаратов, это наиболее изученный препарат, который, как говорится, уже доказан даже посредством каких механизмов может влиять на микробиоту. И я вам скажу, что, может быть, даже и среди других препаратов другого профиля метформин является наиболее изученным. И поэтому здесь я вам хочу сказать, что терапия метформином ассоциирована с снижением абсорбции жиров в кишечнике, далее снижает индуцированную липополисахаридами вот эту реакцию провоспалительного статуса, снижаются вот эти локальные процессы воспаления на уровне желудочно-кишечного тракта, изменяется токсиномия, которая, как говорится, да, здесь через проницаемые стенки кишечника уже имеет место, и повышается продукция пропионатов, бутератов, так называемых короткоцепочных жирных кислот, которые чрезвычайно положительно влияют на показатели углеводного обмена. Ну и, конечно, четко доказано изменение самой микробиоты, самого микробиотического профиля у этих пациентов, что само по себе становится для нас уже самостоятельной ценностью, потому что вслед за этим у нас еще ожидается целый блок вот таких эффектов. И поэтому я вам хочу продемонстрировать эти данные, что доля бактерий, которые доказано, могут положительно влиять на углеводный обмен после приема метформина, кстати, увеличивается в разы, точно так же, как и уменьшается доля негативных бактерий, именно фракций микробиотических, точно так же, как и, как говорится, да, вот эти энтеротоксины, которые с этим связаны. Видите, точно так же показано изменение желчных кислот и вот этого пептида PYY на фоне метформина, что также говорит о том, что да, здесь есть те эффекты, о которых мы говорим. Ну и в отношении микробиоты, да, действительно считается, что, возможно, целый ряд приотропных эффектов метформина опосредован через микробиоту, значительное увеличение бутирата и пропионата, это вклад конкретно в управление гликемическими параметрами, далее это активация интостициального глюконеогенеза, снижение продукции глукозы в печени, что мы хорошо знаем, и снижение аппетита, который также, в общем-то, да, способствует потом комплексному снижению массы тела. Ну и последняя часть, это все-таки считается более корректное пропорциональное соотношение положительно и негативно влияющих видов микроорганизмов, бактерий, микробиотического вот этого поля на уровне кишечника на фоне метформина, что, вы помните, часто сопровождается дискомфорт в животе, который испытывают наши пациенты на фоне применения метформина. Но не менее, на мой взгляд, интересные данные в отношении антиканцерогенного эффекта. Я не буду вам напоминать нам хорошо известные факты в отношении большей предрасположенности к онкологическому статусу среди пациентов с диабетом и о пользе метформина, которая уже была доказана де-факто по данным регистров, и о том, что снижается в среднем на 30% онкозаболеваемость и улучшается выживаемость этих пациентов также приблизительно на 30-35%. Хочу лишь только поделиться с вами теми последними публикациями 2017 года, которые были на эту тему опубликованы в центральной печати. Считается, что многие эффекты именно этого профиля, они опосредованы через митохондриальные эффекты. И у нас уже появляются совершенно новые, как говорится, механизмы, через которые метформина реализует вот эти, казалось бы, для нас новые эффекты. Получается, что здесь именно через синтез АТФ путем вот этой оксидации, активной фосфориляции происходит вот это вот увеличение продукции энергии, воздействия на митохондрии и вот эти свободные радикалы кислорода, которые являются очень мощными разрушителями и которые оказывают воздействие негативно на ДНК и на белковые и липидные структуры, в результате значительно сокращаются, уменьшаются. И это происходит за счет того, что метформин подавляет актидативный стресс, митохондриальный стресс за счет прямого воздействия на митохондрии. Ну и равно так же, как митохондриальная дисфункция считается очень четко связана с инсулинорезистентностью, а раз так, то за этим стоят и другие, как говорится, эффекты, ожидаемые в отношении печени, жировой ткани, сердечно-сосудистой системы и в отношении поджелудочной железы, а это прямая такая роль в прогрессии тех исходных углеводных нарушений и дальнейшей прогрессии сахарного диабета второго типа. И вот на сегодняшний день выделяют так называемые прямые, непрямые антиканцерогенные эффекты самого метформина. И вот я тоже хочу, чтобы вы увидели, что здесь имеет место комплексные изменения. Это не только какие-то отдельно взятые новые мишени, но и в первую очередь коррекция вот этих основополагающих отклонений. Как таковая гипергликемия, как таковая гиперинсулиномия. Видите, могут сами по себе очень четко влиять на выживаемость раковых клеток, и когда здесь происходит их четкая коррекция, а за счет уменьшения инсулинорезистентности и продукции глюкозы метформин, конечно, напрямую устраняет эти два мощных фактора, конечно, снижает их вклад в выживаемость уже вот этих злокачественных клеток. Равно так же, как доказано, что инсулиноподобный фактор роста 1 тоже может стимулировать туморогенез путем усиления напрямую пролиферативных процессов. И здесь снижение гиперинсулиномии предотвращает такую неопластичность, и считается, что это тоже самостоятельный вклад уже в антиканцерогенное действие. Далее я хочу подчеркнуть, что метформин влияет и на процессы воспаления. Только что мы говорили, что одним из таких локусов является желудочно-кишечный тракт, и поэтому вот этот как таковой компонент устранения этого системного провоспалительного статуса очень значим в отношении прогрессии опухолей, и метформин устраняет этот процесс, вносит свой вклад точно так же, как и через транскрипцию и активность напрямую факторов, которые, как говорится, доказывают этот статус. Это и провоспалительные цитокины, и нуклеарный фактор КПБ, и многие другие молекулы, которые сейчас не буду перечислять. Но важно, что это действительно фокусное влияние, устранение, и пока у нас нет ни одного другого пути снизить этот провоспалительный статус, кроме как компенсация сахарного диабета и вот такое прямое воздействие на провоспалительные молекулы. Далее вы видите, метформин активирует иммунный ответ в отношении злокачественных атипичных клеток, и это уже защитная реакция. Здесь, как говорится, предотвращение туморогенеза, а это уже защитная реакция, и показано, что это происходит через Т-клеточную память. И это четко совершенно, так называемые непрямые эффекты. И вот прямые эффекты, которые могут быть ассоциированы с вот этой аминофосфаткиназой, а могут и нет. И поэтому я только очень коротко подчеркну. Посмотрите, это прямой эффект, это прямая, как говорится, активация этой АМФК, а она является основным регулятором клеточного роста, пролиферации, прямое антиканцерогенное действие. Потом вы видите, доказано, что метформин может действовать как антифалатный препарат, то есть, собственно говоря, как прямая химиотерапия, и блокировать пролиферацию злокачественных клеток. И поэтому, возможно, мы и видим лучшую выживаемость пациентов даже тогда, когда уже состоялся этот самый неблагоприятный процесс. Дальше это его прямое влияние на регуляцию клеточного цикла. И как раз, как говорится, видите, прямое взаимодействие с классическими опухолевыми супрессорами и факторами онкогенеза. Поэтому получается, что здесь действительно метформин подвергает обратной регуляции раковой клетки и задерживает клеточный цикл. И здесь четко даже показаны эти, как говорится, механизмы. Но есть еще ряд других, уже не ассоциированных вот с этой АМФК механизмов, и мне тоже хочется их подчеркнуть. Видите, прямая блокировка клеток поврежденной ДНК. И вот эта поврежденная ДНК, она повреждена за счет гипергликемии и очень длительного нарушения этого процесса. Она, считается, лежит в основе вот этой вот метаболической памяти, которая у кого-то хорошая, у кого-то плохая. Поэтому, по-видимому, может быть, даже раннее назначение метформина, может быть, даже на еще более ранних стадиях, значит, может оказывать более такое, знаете, масштабное протективное действие. Но это надо посмотреть в реальной жизни. Точно так же, как может оказывать вот такое прямое воздействие на важнейшие регуляторы клеточного цикла и влиять на процессы апоптоза и аутофагии злокачественных клеток, а это уже механизмы разрушения. И это чрезвычайно интересно. Я хочу вам показать вот эту комплексную схему, которую собирает воедино, те механизмы, которые я вам постаралась лишь только обозначить. Но сейчас этому уделяется огромный интерес. И это, конечно, уже новые грани ведения пациента с сахарным диабетом. Это уже новые, как говорится, интересные перспективы. Поэтому здесь, как говорится, получается, да, преферентная терапия должна уже, видимо, выбираться по более широкому спектру не только сердечно-сосудистые заболевания. Ну и еще буквально два слайда хочу вам продемонстрировать в отношении долголетия. Тем более, что этому тоже уделяется. Сейчас огромное внимание. Вы понимаете, что, безусловно, это не является показанием к применению. Естественно, в листке вкладыш мы этого не увидим. Но научные исследования, которые мы можем обсуждать в рамках наших таких крупных съездов, мероприятий, очень и очень заинтересованы в изучении вот этого феномена. Видите, первый механизм влияния, так называемый, на свободно-радикальную теорию старения. Вы знаете, что у нас есть всего пять теорий старения. Одна из них свободно-радикальная. И здесь мы уже знаем, есть прямые и непрямые механизмы устранения этих свободных радикалов, этих гиперактивных молекул кислорода. Второй механизм, так называемая ТОР-теория, которая уже влияет на метагенную стимуляцию. И это уже дополнительный, как говорится, путь. Точно так же, как уменьшение калорий, снижение инсулинорезистентности. Это вторая теория старения. И прямое влияние на мутации сигналирования гормона роста и инсулиноподобного фактора роста, которые также самостоятельно связаны с продолжительностью жизни. И доказано, что это увеличивает продолжительность жизни. Но что еще интересно, что действительно обеспечивается не только продолжительность жизни, но и долголетие, которое отдельно выделяется, как такой терминологии, и называют, собственно, метфарминг, как одну из молекул-кандидатов на геропротекторы. Геропротекторы, которые не только, как говорится, продолжительность, но и долголетие, что является совершенно самостоятельной характеристикой. Поэтому, резюмируя, АМФК-активатор, который прямое и непрямое воздействие оказывает, в том числе и на геросупрессивные механизмы, запускает эти геросупрессивные эффекты, и поэтому, конечно, возможно, мы и констатируем, не знаю, что это, Мусалыч, как вы скажете, вот эта увеличивающаяся продолжительность жизни наших пациентов. И мы всегда смеемся, что они живут дольше, чем люди без диабета. И мы каждый раз говорим, ну, наверное, это потому, что мы о них хорошо заботимся и хорошо лечим, и поэтому они живут долго и, как говорится, лучше даже показывают эти данные, чем в популяции. Ну и вторая часть, видите, аутофагия, нутриенты, значит, защитные процессы, что тоже связано с вот таким антиэйджинг, как говорится, эффектом. Поэтому здесь должна вам сказать, что фармакокинетика хорошо изучена у этого препарата, токсичность проверена 60-летним опытом, и все это в совокупности позволяет авторам делать вот такой вывод, что несмотря на то, что это еще пока изучаемые факты, мы можем это уже использовать в жизни, поскольку препарат и без того назначается почти что всем пациентам с диабетом, доказал свою безопасность, ничего такого плохого за этим препаратом на сегодняшний день, в общем-то, показано не было. Поэтому вот тоже хочу вам продемонстрировать эту вот такую общую, как говорится, резюмирующую схему, антивозрастные эффекты. Не знаю, можем ли мы без диабета использовать, как говорится, вот эти эффекты, но точно, наверное, наши пациенты с диабетом обретают эту пользу. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Татьяна.